МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ноябре 2018 года на Украине в житомирской колонии умер серийный убийца и насильник Сергей Ткач. На счету маньяка 37 доказанных преступлений. Сам Ткач заявлял, что расправился с сотней девочек. Казалось, он соревнуется в кровавой гонке с известным серийным убийцей Андреем Чикатило. Корреспонденты нашей программы первыми встретились и поговорили с маньяком после его ареста. Это единственное интервью Сергея Ткача российскому телевидению. Как искали неуловимого преступника, с какими трудностями столкнулось следствие и в чем признался убийца, мы расскажем в этой программе. Но сначала вспомним, как начиналось расследование в 2006 году. Четверть века он нападал на школьниц. Насил, грабил и душил. Его кровавый след протянулся от Харькова до Крыма. Уголовное дело состоит из 700 томов. Сначала оно находилось на контроле политбиротца ККПСС и самого генерального секретаря. Затем разные генпрокуроры и министры внутренних дел Украины пытались выйти на след серийного убийцы. Силовики и победители оранжевой революции продолжили поиск особо опасного преступника. И вот спустя 25 лет его нашли. Он сразу сознался в 100 тяжких преступлениях. На его счету более 80 загубленных душ. Почему так долго маньяк разгулил на свободе? Что это было? Вызов всей правоохранительной системе или месть? Мы взялись за это громкое скандальное дело. Это будет честный детектив. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ВЫСТРЕЛЫ 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 Еще в советские времена жители украинского города Павлограда забили тревогу. В их районе появился серийный убийца. Он насиловал и душил несовершеннолетних девушек. Милиция много раз обещала родственникам жертв поймать преступника. Но кроме того, чтобы составлять фотороботы, местные оперативники ничего не могли сделать. Кстати, впоследствии все фотороботы оказались ошибочными. Разгневанные матери и отцы убитых девочек требовали схватить душу губа и написали жалобы. В поле бюро ЦК ГПСС, КГБ СССР и тогдашним союзным прокурору и министру внутренних дел. Более полутора тысяч жителей Павлограда подписались под этими жалобами, в которых выражали недовольство работой украинской милиции и просили руководителей страны и силовых министров незамедлительно вмешаться в ход расследования. Москва отреагировала оперативно. По поручению генсека Михаила Горбачева на Украину была отправлена комиссия, состоявшая из представителя политбюро ЦК ГПСС, работников прокуратуры, МВД, КГБ СССР. Письмо. А это был настоящий крик о помощи. Жители Павлограда отправили в столицу в конце 80-х. Позже выяснилось, что сверсткие преступления на территории Советской Украины начали совершаться сразу после Московской Олимпиады. Неизвестный убийца в течение 10 лет держал в страхе не только Павлоград, но и Харьков, Днепропетровск, село Вербке, Запорожье, Пологи, Сиферополь. Во всех этих регионах произошли схожие по почерку нападения на несовершеннолетних девушек. Почему-то вмешательство Москвы, тогдашний генеральный прокурор Советской Украины Петр Осипенко и его коллега, министр внутренних дел республики, не принимали активных мер по поиску серийного убийцы до сих пор не ясно. Скорее всего, до письма родителей замученных садистом школьниц никто серьезно не занимался этой республиканской проблемой. Никому в голову не пришла идея собрать по областям все похожие эпизоды, проанализировать их и начать уже более конкретные поиски особо опасного преступника. Нынешний заместитель министра внутренних дел Украины Геннадий Маскаль помнит, как в то время были организованы поиски серийного маньяка. Штаб по расследованию громких убийств находился в Днепропетровской области, в городе Павлограде. Мы как бы постоянно должны были отправлять туда людей. Но, к сожалению, это ничего не давало, потому что, как правило, хорошие люди надо было бы самим, то есть отправляли, как на тебе, Боже, что нам не гоже. То есть собирался, ну, будем говорить, не самые лучшие оперативники. Я считаю, что очень работа велась непрофессионально. Не надо было большие оперативно-розыскные меры аналитически провести это все, его можно было вычислить давным-давно и изберечь не одно десяток жизней. В регионах, где работали объединенные оперативные группы, состоявшие из московских следователей, сотрудников МВД и КГБ СССР, серийный убийца сразу же ложился на дно. Хитрый и опытный преступник, как будто бы хорошо разбирался в оперативной работе столичных специалистов. И там, где выставлялись засады и ловушки, маньяк никогда не появлялся. По результатам работы московских проверяющих, в некоторых областях, где были совершены схожие преступления, руководителей милиции и районных прокуроров уволили. По подозрению, в причастности к совершению нападений и убийств школьниц на территории Украины были арестованы более 10 человек. Удивительно, но суд признал их виновными, и они получили суровые приговоры. Только спустя десятилетия выяснилось, что все эти осужденные на самом деле не имели никакого отношения к многочисленным убийствам школьниц. В одном эпизоде почему-то подозрение упало на отца из убитой девочки. И отец повесился в камере, и будем говорить, просто нагло на него было все списано, хотя ничем объективно не было подтверждено. Мы сегодня думаем, что он повесился из-за того, что он просто не мог доказать свою непричастность. Как только московские проверяющие свернули работу на территории Украины, в восточной части республики снова начались серийные нападения на несовершеннолетних девочек. Ну вот красочкой зацепили, по-видимому, выезжали. В Павлограде большинство жителей трудились на секретных оборонных предприятиях союзного значения. Комитет госбезопасности долгие годы контролировал работу местных заводов. То, что Павлограде начали зверские убийства школьниц, украинская милиция тщательно скрывала. Время шло, а украинские милиционеры ни на шаг не продвинулись в расследовании серийных убийств. Душегуб спокойно разгуливал по городу. Со временем стали известны застекреченные оперативниками фамилии жертв. О тех далеких событиях рассказал нам бывший начальник уголовного розыска Днепропетровской области, полковник МВД УССР Анатолий Белый. 31 октября 1984 года поступает информация от начальника Павлоградского городдела Приходько Вадим Михайлович о том, что у них пропала девочка Дмитренко Оля, которая шла из дому в музыкальную школу, по сути дела в центре города, где размещался разваленный маслозавод Павлоградского. И 2 ноября наход в этих развалинах, в семечковой шелухе Олю. Признаки изнасилования, удушения, пропала в нее нотная тетрадь, часы. Какие могли там у девочки быть часы? В феврале 1985 года маньяк расправился с 11-летней Олей Шуваловой. Родители видели из окна квартиры, как школьница зашла в подъезд, но до квартиры так и не добралась. Тело замученной девочки нашли в тот же день в подвале дома. А весной в реке Волчья был обнаружен труп 20-летней девушки. Эксперт-криминалист установил, что маньяк сначала задушил свою жертву, а потом изнасиловал. Сотрудников милиции с каждым годом в Павлограде становилось все больше и больше. В городе размещалось от 300 до 700 человек дополнительного состава МВД республики. Но несмотря на это, число зверских преступлений росло. Вот статистика. С 83-го по 84-й 10 убийств. В 86-м году было совершено 5 убийств. В 87-м зафиксировано 3 изнасилования и обнаружено 2 тела. В 88-м 3 жертвы. В 89-м 1 изнасилование и 4 убийства. В 90-м обнаружено 2 трупа. А в 93-м году маньяк расправился с 4 несовершеннолетними. В 95-й 3 убийства. В 96-й 2. В 97-й 3. В 98-й 2 изнасилования и 3 убийства. В 99-м обнаружено 2 тела. В 2001-м совершено 1 убийство. В 2003-м году серийный преступник перебрался в Запорожскую область. В городе Пологе он совершил изнасилование и 1 убийство. В 2004-м году маньяк жестоко расправился с Леной Кирилловой и Юлей Литовченко. Родители убитых девочек до сих пор обвиняют в непрофессионализме и бездействии украинских милиционеров. После исчезновения школьницы, обеспокоенные матери сразу обратились в отдел милиции города Пологи. Но им тогда не помогли. Хотя уже было известно, что в соседней Днепропетровской области и в самом Запорожье орудует маньяк. Каждый же будет выгораживать себя, потому что милиция, они должны искать, должны все делать. Этого не было. Искали моя мама с 41-го года рождения и две ее старшие сестры. Это было, конечно, очень страшно. Ну и все, что побежали в посадку. Все, я видела своими глазами, ее там видела. Ну что, милиция к нам приехала. Ну вот и все. Пришел мальчик из школы и каже, нашли какую-то девочку в речке убитую. Вот. И они побегли до речки. Ну нас, конечно, не подпустили. Я не помню, в милиция подходила, что сбалакали. Ну действительно, как сегодня людям объяснить, как объяснить матерям погибших детей и тому подобное. Да, многие из этих детей уже могли быть матерью, иметь своих детей такого же возраста, к сожалению. Это большая беда и большой позор для милиции Украины. В 2003, 2004 и 2005 годах в Павлограде маньяк на девушек не нападал. Зато в соседней Запорожской области душегуб начал активно охотиться на детей. Порой оперативникам казалось, что серийный убийца как будто бы специально совершает нападение в людных местах, причем в светлое время суток. И этим самым маньяк пытался показать милиционерам, что они бессильны. Ведь он безнаказанно убивал в течение 25 лет. После того, как на Украине сменилась власть, новым силовикам-победителям оранжевой революции достались нераскрытые громкие уголовные дела. В том числе и дело неуловимого серийного убийцы. В городе Пологи летом 2005 года снова произошли нападения на несовершеннолетних. Туда были отправлены киевские сыщики и следователи генпрокуратуры. Но несмотря на очередное скопление представителей силовых структур в городе, маньяк вновь вышел на кровавую тропу и продолжил охоту. Оле Топаловой одной из немногих удалось выжить. Она потеряла сознание и душу губ подумал, что девушка мертва. После своих издевательств преступник бросил жертву прямо на поляне. Произошло это средь бела дня. В бессознательном состоянии Олю нашли соседи и отвезли в больницу. Так в громком деле появился первый свидетель, запомнивший, как выглядел преступник. И понял, что воздуха не хватало. И очнулась метр 15 до города. А как он выглядел, если вы помнили? С сыном или голубей футболкой на трех публичках. Брюккой или туфли, или кроссовкой я напомню. Год до того, ему 50. Также Оля запомнила, что нападавший был с усами и приехал на велосипеде. В местном отделении милиции снова закипела работа. Составили фоторобот предполагаемого преступника. Изучили всех, кто перемещался по городу на велосипедах. Оказалось, что здесь этот вид транспорта самый популярный. Нынешние милиционеры выяснили, что в советские времена их коллеги тоже искали подозреваемого на велосипеде. Пока оперативники изучали старые уголовные дела, собранные в середине 80-х, в пологах маньяк снова убил школьницу Альбину Ноздрину. Ей было 14 лет. Через месяц после этого очередное нападение. В руках душегуба оказалась Марина Михалюк. После этого преступления в городе исчезла 9-летняя Катя Харунжия. Последний раз школьницу видели на берегу реки. Она купалась вместе с друзьями. Родители пропавшей малышки забили тревогу. Оперативники, как обычно, прочесали всю местность, но Кати нигде не было. Сыщикам удалось найти важного свидетеля. Это был местный житель. Он видел, что в тот день вместе с детьми на берегу загорал 50-летний мужчина. Свидетель узнал в этом незнакомце своего сослуживца по работе. Он купался с девочками, с тренега. Я что-то думал, что были его внучки. Я бы, может, и не сказал бы, вообще ничего не сказал бы про него. Просто думал, ну как это, можно мужика сдать так. Тоже ж работаем с ним, он выйдет, если это не он. Ну, оказалось, что это не внучки были. Оперативники быстро установили адрес подозреваемого и тут же выехали на место. В этом доме милиционеры и задержали некого Сергея Ткача. Его доставили в отдел и начали допрашивать. По базе проверили личность Ткача. Оказалось, что в прошлом он был сотрудником милиции. Родился и вырос в России. Трудился в Киселевском РОВД Кемеровской области. В советские времена дослужился до эксперта-криминалиста. Считался лучшим специалистом в этой области. В Кемеровском регионе прославился спортивными достижениями. Являлся серебряным призером Кузбасса по тяжелой атлетике. Несколько раз был женат. У него пятеро детей и шесть внуков. В конце 70-х переехал с родителями на Украину. Семья Ткача поселилась в Крыму. Во время допроса Сергей Ткач вел себя спокойно. Он аргументированно утверждал, что это очередная ошибка силовых структур. И задержали опять не того. Говорил, что он обычный трудяга и алкоголик. Оперативникам не давал покоя один вопрос. Что 50-летний мужчина делал на реке в тот день и почему он играл с чужими детьми? На всякий случай милиционеры провели обыск в доме Ткача. И там нашли женские зонтики, сумки, туфли, много губных помад, детские тетради, кукол, украшения. Когда все эти вещи привезли в отдел милиции и показали задержанному, у Ткача сразу переменилось лицо. И он неожиданно, громко и четко заявил, что он и есть тот самый серийный убийца и насильник, которого безуспешно искали вот уже 25 лет. Он хочет дать вам интервью для того, чтобы вы заплатили ему миллион долларов. Этот миллион долларов раздать своим детям. Я думаю, это не отцовское чувство. Он хочет даже из этого сделать себе пиар и заработать денег. Весть о том, что в Запорожье поймали того самого серийного убийцу и насильника, молниеносно разнеслась по всей Украине. Газета и телевидение сообщили об этом задержании. Многие журналисты стремились первыми пообщаться с преступником с 25-летним стажем. Но только группе честного детектива удалось это сделать. Перед телекамерой у ткача, говорившего об убийствах детей, не повернулся язык озвучить свое требование о миллионе долларов. Не хотел, чтобы я дал себе оценку? Да. Я на грани идиотизма. Идиот – это будет 200-я стадия шизофрении. Это последняя стадия. Я на грани идиотизма о своих зверских преступлениях. Я же не профессиональный убийца. Вот, говорит, серийный. Да, серийный. Ну, покажите мне случай, когда удушение произошло через захват голени, пятки, закисть руки. Удушение одно, горло одно. Сон артерии 2 у нас. Бывший сотрудник советской милиции, эксперт-криминалист Сергей Ткач дал показания и сознался почти в 100 убийствах и в десятках изнасилований на территории Украины. Только в двух областях – Днепропетровской и Запорожской, как утверждает сам Ткач, он совершил 60 с лишним убийств. Свой кровавый след он оставил в Крыму, Запорожье, Пологах, Днепропетровске, Павлоградзе, Харьковской области. И, как предполагают оперативники, еще в советские времена, во время прохождения службы в армии, Ткач мог совершить свои первые дерзкие преступления. Следственная бригада Генпрокуратуры Украины уже обратилась с просьбой к российским коллегам поднять архивы МВД и прокуратуры Кузбасса, изучить схожие нераскрытые насильственные преступления, совершенные в отношении школьниц. По словам Сергея Ткача, он ждал, когда за ним придут и арестуют. Ведь, как он говорит, ему уже давно надоело убивать. Вы знали, что ищут вас сами лица Украины? Совершенно верно, да. На место меня находили какого-то человека с другого предприятия, с Горгаза, другого, кому никак вот уловили. Я оставался в тени. А вам нравилось, что вас ищут, что вы остаетесь в тени? Это была какая-то игра? Месть. Месть? Месть. Я доказывал, что милиция не работала до того, в 70-е годы, и она не работала в 80-е годы, и в 90-е годы не работала. Конкретно по раскрытию преступлений. То есть вы, получается, бросили вызов милиции? Совершенно верно. У Сергея Ткача действительно была обида на руководство советской милиции. Как он считает, его незаконно выкинули из структуры на улицу. Однако, по подтвержденной информации, Ткач был уволен из органов в связи с тем, что совершил должностное преступление. Подделал криминалистическую экспертизу. Много лет оставаться неуловимым Ткачу помогали профессиональные знания. Если верить бывшему эксперту-криминалисту, он не раз в ходе расследования серийных убийств попадал в поле зрения милиционеров. Это было и тогда, когда в Полуограде находился штаб, состоявший из московских специалистов и представителей ЦК КПСС. В Полуограде, конкретно у меня этот шизофренический змей выплыл. Я внаглый бросил вызов. Я встречался с экспертами-прокурорами Днепропетровска, со всеми работниками МВД других областей, которые были направлены. Подняты были училища МВД, то есть спецшколы МВД были подняты. Блокировали город, район блокировали, поезда все блокировали, меня вызывали, беседовали. Если верить Ткачу, он сам в последние годы специально оставлял против себя улики на местах преступлений. Везде появлялся в одной и той же одежде и обуви и ездил на любимом велосипеде. Ну, сдвиг пошел у меня на этой почве несовершеннолетних, как говорится, что-то связано с половым расстройством. А у вас столько было девушек, женщин, неужели их не хватало? Да, у меня более сотни любовниц. Вот я с женой разошелся, я могу зациклиться. Буду сказать только люб, любовницы. Да, пять люб я нашел. 90% жертв Ткача – это либо малолетние, либо несовершеннолетние дети. Подбирал он этих жертв рядом со школами, техниками. Он выходил как бы на охоту. Взрослых женщин гораздо меньше, единицы. С детьми ему было проще, так как он мог подавить их сопротивление быстрее и легче. Он не прилагал значительных усилий для того, чтобы задушить, допустим, 8-летнюю, 9-летнюю девушку, девочку. Следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Украины Анатолий Шайда возглавляет оперативную бригаду по расследованию серийных убийств на территории республики. Арестованного Сергея Ткача он допрашивал лично. У него в служебном комбинете всегда находились бойцы спецподразделения «Беркут». Ведь от Ткача можно ожидать все, что угодно. Ему терять нечего. Он опасен даже в наручниках. Сам же Ткач боялся того, что на улице родственники убитых девочек устроят над ним самосуд. Бывший эксперт-криминалист просил, чтобы его всегда сопровождали бойцы «Беркута». Даже на следственных экспериментах на Украине, это называется, воспроизведение, подозреваемый требовал усиленного конвоя. Держа в руках манекен, он с оглядкой рассказывал о своих преступлениях. Удивительно, но факт. Бывшая супруга Ткача Наталья Стовба, прожившая с ним более 14 лет, не подозревала или просто не хотела знать, чем ее супруг занимается в свободное от работы время. Почему-то Наталья никогда не задумывалась над тем, откуда у мужа то и дело появлялись женские украшения, одежда, сумки. В гараже Натальи остался один из велосипедов Сергея Ткача. Там же валяется и его верхняя одежда. Еще бывшая супруга-злодея поведала о любимом напитке бывшего мужа. Кровь пьют, кровь пьют, свежее, горячее, получил. Ну, хотелось. Если мне не хочется, если не люблю, то я не буду. Мне нравилось. В городе Пологе, где Сергей Ткач совершил свое последнее нападение, он рассказал и показал, как он расправился с 9-летней Катей и скрыл следы нападения. Девочка находилась в таком сгорбленном состоянии. Ноги находились между моими ногами. В таком положении. Когда я тут произвел, это сексуальное насилие, то я ее затопил на глубину от 80 до метра. Где именно? Сможете указать? Вот там есть. Задрел его под веткой, чтобы не могло всплыть тело. Тело всплывало. Тело несчастной школьницы обнаружили водолазы. В этом же районе арестованный показал места, где были спрятаны тела других убитых девушек. Все, что рассказывает сейчас Сергей Ткач, пока что подтверждается фактами. Удивительно, что все свои преступления он помнит в мельчайших подробностях. Даже те, которые совершил более 20 лет назад, в начале 80-х. В качестве свободного рассказа он описывает все. Он описывает обстоятельства, как он очутился в том или ином месте, каким транспортом он приехал, как он встретился с жертвой, что происходило дальше, как он убивал и насиловал людей. Пути отхода с места происшествия. Собственно, ручно рисует схемы. После совершенного преступления Ткач вставал, выпивал стакан водки, как минимум, брился, одевался и шел на работу. Никогда ему не снились ни жертвы, ни страшные сны. Я заливал это все водкой. Я, говорит, не маньяк. Я убийца и насильник. Это его постановка такая. Он хочет жить. Хотя бы и в тюрьме до конца своей жизни, но все равно он хочет жить. И сейчас я знаю, что на меня нацелены стволы убиенных, родственников убиенных. На меня тоже сейчас нацелены, как говорится, сколько по моим делам будут уволены, осуждены работники милиции, прокуратуры. Вот. Очень много. Это я привел только лишь частицу, 10% своих преступлений. Сама явка с повинной Ткача, это еще не значит то, что он совершил это преступление. И мы должны тщательно это все проверить. Это все-таки судьба людей. Мы должны все-таки родителям сказать правду. А для этого должна быть тщательная проверка. И без участия Ткача этого сделать не сможем. Генеральной прокуратуре Украины еще предстоит провести расследование в отношении должностных лиц, если, конечно, они еще живы, занимавших в советские времена руководящие посты в Республиканской прокуратуре и МВД УССР. Уже сейчас понятно, что бывшие сотрудники силовых структур безответственно подходили к исполнению своих служебных обязанностей. Из-за их халатности серийный убийца на протяжении 25 лет спокойно разгуливал по республике. Также генпрокуратурой будут внимательно изучены те самые 700 томов, собранные по этому уголовному делу. Не исключено, что среди этих документов могут найтись недостоверные материалы, содержащие искаженную статистику и подложные факты, сфабрикованные недобросовестными оперативниками. Сейчас изучаются и вынесенные ранее приговоры в отношении тех, кто под воздействием психического и физического давления был вынужден признаться в преступлениях, совершенных Сергеем Ткачом. Родственники убитых девочек надеются, что бывший советский милиционер, эксперт-криминалист Сергей Ткач, очень скоро окажется на скамье подсудимых. Матери и отцы, бабушки и дедушки, сестры и братья убитых детей хотят прийти в зал суда и посмотреть в глаза Ткачу. Что такое ему пожизненное заключение? Ну, соизмеримо ли это с 80 жертвами? Я думаю, что нет, и ни один потерпевший, мать, отец, дедушка, бабушка, которые остались. И люди будут с мыслью, что он живет, как они, только, да, пусть он в клетке живет, но он живет. Имеет ли он право сегодня жить? Я считаю, что нет. Субтитры создавал DimaTorzok Таким мы видели громкое скандальное уголовное дело Украины. Это был «Честный детектив». Вывода делать только вам. Интервью Сергеем Ткачу мы записали в 2006 году. Но не все тогда попало в эфир. Та видеосъемка сохранилась в наших архивах. И вот не вошедшие в программу фрагменты разговора с серийным убийцей. Все, мы готовы. Так, задайте мне вопрос. Я не буду углубляться в историю. Почему я не стал генералом МВД? Это будет поднято личное дело старшего эксперта-криминалиста. Мне обещали, что я буду лучшим экспертом в итоге за дискредитацию МВД СССР. В конце второго квартала 1177 года я был уволен из органов МВД СССР за дискредитацию. Пока еще не приведена, я не беседовал с психиатрами, что могло. Какое нарушение психическое в коре головного мозга у меня произошло после увольнения. И снялись и обувь у меня. Вещественные доказательства, которые я умышленно собирал полтора года. Это женские сонтики, это парфюмерия, сумочки. Вот это было все изъято. Глядя на обувь и глядя на экспертов областных, городских, как они улыбались при каждом поднятии моей подошвы, моей обуви, я понимал, что это с того преступления, с того. Я прекрасно знал, где я наследил, как я наследил, что я оставил, кроме ДНК. Слину, кровь, мочу, сперму, следы обуви. Я понимал, что дальнейшее запирательство только усугубит мое положение, ход следствия. В ту же ночь я эксперту, прокурору Запорожскому моментально дал два преступления, которые по линии МВД находились как без вести пропавшие. Почему не хватало? Удовлетворение. Какое-то половой страсти. А вы изучали литературу, связанную с тем же Чикадилом? Вам не сфер, наверное, что вас сейчас, извините, тоже сравнивают с этим злодеем? Как вам это сравнение? Нет, я не сравнивал, я не знал. Только я знал единственную ту информацию. 50 за убийство у него. Что он с портфелем ездил? Удавка нож была. И он, как говорится, гумился над живыми и над трупами. Ну, а если все-таки, как вам сравнение с Чикадилом нравится? Вы считаете, это справедливое сравнение или нет? Как можно сравнить то, о чем я не знаю? Я не знаю его преступления. Вам льстит это сравнение или вам это неприятно? Нет. Нет. Мне безразлично. Сергея Ткача осудили в 2008 году. Он получил пожизненный срок. Маньяк отбывал наказание в житомирской колонии номер 8. Это учреждение максимального уровня безопасности в системе исполнения наказаний Украины. Пока искали Ткача, за его преступление осудили 11 человек, среди которых были и родственники убитых. В том числе школьник. Показания выбивали. Некоторые отсидели положенным обвинением по 10-15 лет. А один из подозреваемых покончил с собой. Как ни странно, у насильника и серийного убийцы нашлись почитатели. Одна из них – жительница Ярославля Елена. На 40 лет моложе Ткача. Влюбилась по уши в этого кровожадного душегуба. Много лет девушка следила за судебным процессом своего кумира и восхищалась его криминальными наклонностями. В итоге вышла замуж за садиста и убийцу. И даже родила от него ребенка. Вместе позировали перед украинскими журналистами. Станция Лена. Там, где кончается грязная дорога, как говорится, озеро Валькал, уехать и жить в своем удовольствии. Воспитывайте. Внуков, внуков, подключат под оставшие пытания, насколько хватит на них в ездественных стадиях. Находясь в колонии, Ткач строил планы на будущее. Почему-то верил, что ему удастся выйти на свободу. Но судьба распорядилась иначе. В ночь на 4 ноября 2018 года бывший советский милиционер Сергей Ткач тихо умер в своей камере. Серийному маньяку было 66 лет. Субтитры подогнал «Симон»